20 ноября 2009 года в Москве был убит Иерей Даниил Сысоев. Его смерть за веру, как и его жизнь, исполненная ревностного служения истине Божией, принесла священнику известность во всем мире. В храме святого апостола Фомы, где и произошла эта трагедия, совершили панихиду, которую возглавил нынешний настоятель церкви, священник Иоанн Попадинец. Подробности у Инны Тихоновой. Три года прошло из всех страшных событий, когда в московский храм на Кантемировской вошел в неизвестный в маске и произвел 4 выстрела. Две пули попали в грудь и голову отца Даниила Сысоева. От полученных ранений священник скончался в машине скорой помощи. Ему было всего 35 лет. У него остались жена и трое детей. Священник Даниил Сысоев был известен как активный православный миссионер. Он устраивал открытые теологические диспуты с мусульманами, кришнаитами и сектантами. Некоторые из участников дискуссии впоследствии принимали христианство. Отец Даниил – талантливый оратор, чье слово устное и письменное пробуждало от духовной спячки и приводило ко Христу. Отец Даниил был наставником, даже, может быть, каким-то духовным чадом для людей, которые даже его не знали. Вот, к примеру, я его считаю в каком-то роде своим духовным, ну, что называется, отцом духовным. Да, потому что вот это вот его слово, вот такое настолько живое, настолько исполненное вот этой евангельской радостью, да, которую мы слышим в его лекциях, в его записях, даже вот мы читаем, не слышу его голос, а просто читаем вот эти вот слова в книгах, да, настолько вот они живые, что вот даже весь знание, то, что умер, да, вот эта весть о том, что уже три года, как он сейчас уже телом не с нами, она как-то не создает такого вот ощущения, что все, этого человека нет. Последователи отца Даниила Сусоева говорят на разных языках, живут в разных странах и у них разный опыт проповеди, но всех их объединяет одно – они убеждены, что истину, вне церкви нет спасения, они обязаны донести до как можно большего числа людей.